Доброе утро, дорогие зрители телеканала КАСПОРТ! У нас сегодня праздничный эфир, и мы открываем серию праздничных эфиров. Точнее, сегодня телеканалу КАСПОРТ исполняется 9 лет. И у нас в гостях суперсильные мужчины, чемпионы. Представлю, это Илья Эльин. Всем здравствуйте, всем доброе утро, всем привет. Доброе утро. И Сергей Цирульников. Доброе утро, друзья. Очень рад находиться на КАСПОРТе. И, как всегда, будем заряжаться позитивом всем мира. Итак, 9 минут мы будем в эфире. Также в течение дня будут эфиры, где наши гости поздравят телеканал КАСПОРТ. И мы будем говорить о празднике, будем делать поздравления. А также, конечно же, говорить о достижениях телеканала, достижениях наших гостей. Но сегодня давайте начнем праздничный эфир с зарядки. Замечательная идея. Супер. Кто начинает зарядку? Можно я? Наверное, с учетом моих сапог, наверное, я буду. Хорошо, хорошо. Наверное, Илья думает. Вообще, зарядка начинается, по-моему, сверху вниз. Правильно? Замечательно. Голова, суставная гимнастика, она так называется. Итак, начнем. Утренняя зарядка на телеканале КАСПОРТ. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Так, и теперь давайте плечи, да? Раз, тоже по девять раз в честь девятилетия телеканала. Отперед. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Я всегда говорю, хорошему спортсмену разминка не нужна, а плохому она не поможет, в принципе. Тут главное психологические настрои, самое главное, да? И крутим тазом, и психологически настраиваемся на веса, в общем, в голове где-то мыслим о море, о прекрасном. То есть, и тренировка скоро закончится, да? Да. Это самое важное, наверное. Супер, очень полезное упражнение для мышц малого таза. Между прочим, я когда к вам шел, у меня была своя разминка, так как КАСПОРТу девять лет, вот я из гвоздя изваял. Клаус. Вот такую вот девяточку из гвоздя. Вау. Так, ну я хотел бы, да, вручить КАСПОРТ девять лет, и вот изометрический подарок, пожалуйста. Вау, супер, спасибо огромное. Ну это моя разминка была с утра, да, все представляют мою разминку тем, что я утром просыпаюсь, сразу там несколько десятков гвоздей сгибая, пару сковородок, и вот как раз это правда. Дорогие друзья, у нас сегодня такой праздничный, замечательный эфир, и наш эфир не только украсили эти два замечательных мужчины, чемпионы, спортсмены. У нас есть гвоздь программы, да, вот он гвоздь, где девять, гвоздь программы, но у нас еще есть один гвоздь программы в виде замечательного чемпиона. Чемпиона мира по становой тяге, его зовут Адлет Молдогалиев, замечательный спортсмен, который сегодня в честь нашего телеканала, в честь дня рождения поднимет супервеса. Адлет, доброе утро. Доброе утро. Так, расскажите, пожалуйста, какой у вас рекорд? Как стали чемпионом мира, с какими весами? Мой рекорд мира составляет 345 килограмм 500 грамм в 75-й категории, а сейчас я тяну 370 килограмм уже на тренировке в зале. Супер. А вообще пауэрлифтинг, это же троебори, в сумме какой вес вы поднимаете? В сумме я поднимаю в общем 785 килограмм в 75-й категории. Ну это очень нереально. Ну сегодня в честь дня рождения телеканала мы вообще заточены на этой цифре, на цифре 9, да, она очень классная, и вот хотелось бы, чтобы в вашем сегодняшнем упражнении была именно цифра 9, то есть 309 килограмм у нас сегодня, верно? Верно. Вы готовы, вы размялись, может какое-то упражнение для спины покажете нам, мы просто повторим немножко. Я уже размялся. Так, отлично. Ну для спины наклоны вперед, good morning. Так, все давайте сделаем то, что он говорит, все-таки че. Да, ну только со штангой 300 килограмм подберешь и наклоняешься. Да, штангу ставишь на плечи и начинаешь делать наклоны. Как? Показывайте, показывайте. Руки в сторону, можно руки за голову и наклоны вперед. Так, хорошо. Ноги ставим вместе, спину держим ровно и наклоняемся вперед. Ох ты. О, для спины прям, то есть, так. Блин, какая жесть вообще. С утра пораньше. Это называется доброе утро, поклонились. Я свою норму физической активности выполнил на месяц вперед сегодня, конечно. Да что вы, мне кажется, скромничаете. Итак, Адлет, вы готовы? Я готов. Давай, Адлет. Итак, внимание. Ну это очень мощно, 300 килограмм. Это прям... Нам бы музыка... 309 килограмм, да, на штанге, если я не ошибаюсь? 309? Угу. Ё-моё. Блин. Так, мы за вас болеем. Спокойно. Итак, да, друзья, повторяем, что Адлет весит 75 килограмм. Ну то есть, это жесть вообще просто. 75 килограмм и 309. Да, как бы, ну... Почти в пять раз больше собственного веса. Для веса, ладно, 100-120 килограмм, это нормально. Я расскажу, что наши троеборцы казахстанские, они на мировой арене очень серьезные, ну, показывают результаты. Они чемпионы мира, рекордсмены мира. Ну давай. Нет, здесь надо это... Давай сюда ногу поставим, чтобы не разъезжались они. И вес как бы не маленький. Да, да, да. Не дай бог травмы. Все, что после 200, это уже очень серьезно. Ногами. Оп. Тянем. До конца работаем. До конца. Зее. Ум. На два раза. Хорош. Видил, хорошо. Я заходил. Ё-о-о-о. На три. Вообще жесть, просто, просто жесть. Молодец. Вообще, просто от души, красава. Поставьте. 310, грубо говоря, на три повторения. И с учетом в полевых условиях, я думаю, в зале на раз 7-8. Вообще этот спорт называется бычий спорт, да, Глент? Почему такое название? Да он так не называется. С чего вы взяли что-то? Боутлифтинг, да, бычий спорт называется. Так у кого так называется, вы скажите? Ну, типа, наверное, ну, такой мощь, там. Типа быка поднимает или с чем связано? Да, быка поднимает. Быка поднимает. Ну, вот видите, я права. 300-400 килограмм. Так. Ну, это не типа бычий, там. Нет, я просто думаю, бычий сильный, да. Лес быка может поднять. В этом же смысле. Скажите, сколько раз вы тренируетесь в неделю? Я тренируюсь три раза в неделю. По 4-5 часа. Не надо, знаете что, я думаю, что надо зрителям немного объяснить, потому что, когда смотришь пауэрлитинг по телевизору, да, смотришь на блины, они по 25 килограмм и маленькие, красненькие, то есть, допустим, здесь 300 килограмм, если примерно говорить, да, ну, здесь в среднем, короче, да, 5 холодильников, грубо говоря, он сейчас оторвал. То есть, для обычного обывателя, когда смотрят там штанга, они думают, а, что там эта штанга там, да. А на самом деле вес это, ну, то есть, ребят, это очень серьезный вес, и я даю там более 100%, что единицы могут поднять, 300 килограмм становой тяги, независимо от веса. Чемпион мира. Ну, что ж. Поэтому гордость, мы рады, что у нас в Казахстане есть такие батыры, которые поднимают флаг нашей страны на международных аренах, устанавливают рекорды, я думаю, что государство будет поддерживать и поддерживать таких людей, которые нам нужны, которые будут строить новый Казахстан на спортивных площадках. Конечно. Это очень важно в наше время. Вам надо в политику обязательно, вы же шоумены. Сергей. Ну, а неужели у нас в политике шоумены только? Да, вы все. Вот вы так ассоциируете политику? Я думаю, что в политике у нас дипломаты. Так, у нас, по-моему, снова баттл продолжается. Ну, мы поговорим. Мне нужно стать посередине, наверное. Брейк-брейк. Брейк-брейк ему, да? Сергей, ну для вас мы специально отдельно гриф привезли. Поменьше, что ли? Да, поменьше. Поменьше, да, ну я. 20 килограмм. Вы же шоумен, да, Дипа? 20 килограмм. Спасибо, вы пока можете отдыхать. Тоже с нами быть. Не уходите. Не, Адлет, вы не уходите. Вы с нами, не уходите. Что там? Что там? Пойдешься поближе сюда к нам, да? Вот, я думаю, вот так сейчас мы... Два на два, два на два, да? Да, процент. Ага, у нас эфир сейчас завершается, нужно... Ну, давайте тогда сделаем маленький челлендж, но прежде чем я его сделаю, я бы хотел, чтобы вы тоже поучаствовали, да? Чтобы я поучаствовала? Да, ну почему я один всегда понимаю? Так, давайте что-нибудь попроще, или зрители, которые могут повторить это, да, где-то там у себя в тренажерном зале. Коспорт 9 лет, 9 секунд. Так, вот с этой стороны будет лучше, да, ракурс видно будет. Или как лучше, вот с этой, да? Короче, смотрите, друзья, ваша задача подойти к штанге взять ее на вытянутой руке, рука напротив плеча, оторвать ее и зафиксировать на 9 секунд. Вот, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Замечательно, Евгений Валерьевич. И все, и передать этот челлендж дальше, поздравить, поздравить Коспорт с днем рождения вот таким маленьким челленджем. Все, спасибо, друзья. Огромное спасибо, дорогие гости, мы завершаем наш эфир. Напомню, что в течение дня будут также включения с моими коллегами, они также пригласят гостей, именитых, известных, поговорят о спорте, поздравят наш телеканал с девятилетием. Еще раз всех поздравляем, спасибо вам, гости, что пришли. Всем здоровья, спорта и побольше праздников!